Родно четыре года назад УПЦ возглавил митрополит Киевский всея Украины Ануфрий. По этому поводу в Киево-Печерской лавре провели службу, продолжит Юлия Жешко. С первым звоном колокола в Успенском соборе собрались верующие на праздничную молитву в честь четвертой годовщины предстоятельства митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Помолиться за мир съехались верующие из многих стран. Некоторые из них в Украине впервые. Я вообще-то в Украине только первый раз и приехал сюда, чтобы посмотреть на Киево-Печерскую лавру. Как тебе нравится? Да, нравится. Это очень красиво. 30 лет уже прихожанка Киево-Печерской лавры. Я в Скандинавии живу. 18 лет не приезжала. Теперь приехала. Из разных стран приехали не только верующие, но и священнослужители. Они приняли участие в праздничной литургии и передали митрополиту Киевскому и всея Украины поздравления от тех, кто не смог приехать. В вашем лице вы видите отца украинской православной цепи. Вы, ваше божество, ноете огромный вклад в развитие фархиальной жизни, в восстановление пороганных святых. Сам митрополит отметил, что весь мир сейчас переживает непростые времена, но, несмотря на это, его объединяет вера. Мы сейчас живем в особое время, время особых испытаний. И слава Богу, что вашими молитвами, вашей помощью мы храним чистоту веры православной. Мы храним верность каноническим преданиям. Хотя сегодня мир предлагает нам иные законы, противные Богу. И даже несмотря на это, православная церковь едина и нерушима. Раскол ей не грозит, заявил предстоятель. Ваше терпение, ваша любовь, она воодушевляет меня. И не дает мне унывать в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. И понуждает меня, чтобы я ступал с твердыми стопами. Выразить уважение митрополиту Киевскому и всея Украины приехал народный депутат Вадим Новинский. Он уверен, что с ответственностью, которую взял на себя предстоятель УПЦ, справился бы не каждый. Блаженый Шануфрий ведет корабль церкви в соответствии с законами, с церковными традициями. Не давая никуда уклоняться этому кораблю в сторону, под всеми веяниями политической жизни. И не дал за 4 года втянуть церковь в политику, как бы это ни хотели, власть придержащая. Блаженый Шануфрий – это пример настоящего служения. И он выполняет заповедь Христову, что кто хочет быть из вас первым, тот будет вам слугой. И он показывает, в чем цель власти любой, и политической, и церковной. Цель этой власти – это служение, служение другим. Украинская православная церковь призывает людей к миру, говорит политик. Тем более в эти непростые времена. Ну а мы стоим здесь, верим, около нашего пастыря, около нашей церкви, и будем идти до конца. С нами Бог. Молитва завершилась причастием, и все верующие получили благословение. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Аккуратrate donner. Украинская православная церкви, говорит его вода. Редактор субтитров А.Семкин.